приветствую всех с вами снова Лев из Абхазии в этом видео как обычно покажу живописные места здесь в окрестностях цитрусового совхоза сходим с вами на побережье сегодня достаточно ветрено и несколько температуры пониже поэтому видите я в том столочке но тем не менее очень комфортная погода озеро в цитрусовом вид на горы прохожу пансионат Парус кто-то возможно когда-то в нем отдыхал сейчас он не действует перейдем мы к тому месту где растут эвкалипты также горный пейзаж нам открывается летит цапля крупная вряд ли ее будет видно но я ее вижу может быть даже приземлиться сейчас на озеро на противоположной части села приземлилась эвкалипты нависающие над водой композиция местная те кто практикует живописи добро пожаловать цитрусовый совхоз здесь блогу потрясающих картинок которые можно увековечить в каком-нибудь шедевре изобразительного искусства одно из таких мест мне она очень нравится лично вот выйти зайти прудиком один в одном из которых черепахи водятся попытаюсь я продраться там сквозь эти заросли да и в прошлый раз когда я тут идет снимал пару не может недельку назад где-то уже вечерело плохо было видно сейчас я пришел разгар дня видимо как это выглядит сейчас здесь все изрядно уже заросло каждый год все сильнее и сильнее здесь все зарастает ну пока если могу идти такими темпами год-два-три может уже не пройдешь все и живи ты растет который кстати местами уже созрела тут ее много где-то там в кустах виднеется на ветвях хурма или мне докажете туда бы тоже сползать для этого надо хотя бы штанах быть или нет мандарины растут немножко там вот виднеется еще зеленые тут они в тени уже деревья по моему ольха затеняет их сколько они тут еще просуществуют непонятно дерево с кружками заглядывают сюда люди все-таки это кажется муж мала похоже по крайней мере по листьям здесь ручейок еще есть и в нем росли каулы раньше не знаю такие цветы с крупными цветками белыми если они будут еще я туда теперь даже и подобраться не могу нет не вижу все заросло ежевикой по моему они есть но цветов нету несколько только коровы здесь ходят вот эта тропа эта коровья тропа как же все заросло виноградник все обвалился уже можно сказать его уже и нету был весьма неплохим еще года два назад так а вот и хурма совсем чуть-чуть висит там вверху зеленая еще незрелая попробую парочку хотя бы добыть есть немного можно пособирать палку только длинную надо бамбук растет покрупнее покрасивее значит прудик там вот к нему подход то весь и зарос как вот туда провазить если тут ежевика растет вот цепляется жестко крючками своими ладно пока пролезу ребята я пробрался даже вижу черепаху громко нельзя говорить собака сюда отказалась даже за мной идти гавка это вдалеке сейчас я сменю режим съемки покажу вам ее черепаха крупная сантиметров до 30 она сидит на повальном дереве вы ее в принципе уже можете увидеть вот она греется на солнышке хотя солнышка сегодня особо нет и вижу только одну сюда пролезть практически нереально кое-где кузьком лес везде колючка это ежевичная потребует две руки две ноги продраться сюда но как видите это было оправдано а вон она уже меня услышала увидела сейчас свалит не очень осторожны в лучшем качестве к сожалению не смогу показать на что на что способен смартфон вот это все в общем то пытаясь ее сагитировать на движениях вот она все нырнула ну что ж в этом году у меня видео с черепахами есть это хорошо такой вот трудик небольшой весь в корягах но здесь терепахам видимо больше всего и нравится и никто сюда уже не заходит он тут спокойно только лев продрался сквозь эти заросли через секретную дверку ограниченного отряда СГБ КПП сухом мы сейчас зайдем на пирс ветер очень сильный поэтому скорее всего ничего вещать я там на пирсе уже не буду не смогу будет шумно но здесь вот пока идем через рощу приморских пицунских сосен здесь еще не так много не так ветрено заброшенный корпус со столовой ржавая старая техника кран тут какая-то лодка тут прицеп какой-то еще одна лодка меньше там по-видимому от мотороллера была часть здесь по-видимому станки механизмы какие-то механизмы катушки весы тоже прицепное устройство всевозможные станки местные говорят здесь то ли подводная есть канал то ли какой тут же под лодки и вот никто не знает куда ведет вот это вот здесь накрыто какое-то пространство прохода туда нет даже местные не знают что там удивительно на берегу ветра нет или он стих как раз по моменту как мы сюда пришли вот представьте этот пирс соседний и рядом с ним большие-большие водные лодки на причале народ купается иду по пирсу чара сюда за мной не идет она боится высоты если только на поводке ее сюда притащить можно сама ни за что не пойдет волн кстати особо нету хотя казалось бы такой ветер с утра море как будто бы спокойно в общем то заметил что не всегда волны связаны с тем или иным ветром сегодня тут никого нету вот нашел место без ветра спущусь туда по лестнице вниз и про волны договорил ну то есть как будто бы от ветра вообще волны не зависят я не сильно большой специалист в природных явлениях таких что-то другое на них влияет в общем как будто бы от ветра не было это не было чтобы она не была это не была Сейчас это сооружение служит преимущественно рыбакам и просто любопытным людям, типа меня. Когда идет большая волна, волна этот самый пирс накрывает. Представьте, насколько море выше поднимается за счет волн. Здесь еще надо сказать, чем услужит. Это пирс, сюда притягивают корабли и до сих пор регулярно с Турции приходит корабль. Здесь его пришвартовывают. К этим колесам как раз не прожидался. Витон не разгружает регулярно. А здесь этот корабль вижу. Пирс. 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 Турции. Пирс. Пирс. единственное единственное что из сооружений в адлере что видно отсюда из цитрусового саркоза смотрю в сторону Болгарии теперь в сторону Турции в сторону Болгарии Болгарии вышли на вечернюю прогулку как раз успели к закату люди собрались посмотреть на это зрелище солнце не перекрыто облаками есть надежда что сегодня будет очень красиво это не очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok